Комплекс «Готов к труду и обороне» Комплекс «Готов к труду и обороне» Со временем появилась необходимость повысить требования к физической подготовке. Так, в 1932 году был введен в действие комплекс ГТО второй ступени, который включал уже 22 практических и 3 теоретических испытания. Выполнение новых тестов, среди которых прыжки на лыжах с трамплина, фехтование, прыжки в воду и преодоление военного городка, стало возможным лишь при систематических тренировках. Тем не менее, с каждым последующим годом в геометрической прогрессии увеличивалось количество значкистов. С 1934 года заработал комплекс испытаний для детей, получивший название «Будь готов к труду и обороне». Таким образом, в стране насчитывалось около 5 миллионов физкультурников, половина из которых гордо носила на груди знак ГТО. В середине 30-х годов идеи и принципы ГТО получили развитие в единой спортивной классификации, были введены разрядные нормы и спортивные звания. Классификация определяла последовательность роста мастерства, уровень подготовленности спортсменов и развитие их достижений от массовых спортивных разрядов до высших классификационных категорий. Разряды и звания присваивались при условии выполнения норм и требований физкультурного комплекса ГТО. Так, популярность комплекса открыла дорогу в спорт миллионам советских юношей и девушек. В послевоенное время комплекс продолжал модернизироваться. Менялось количество испытаний, уточнялись возрастные группы, обновлялись программы физического воспитания учебных заведений. В 60-е годы добавились специальные ступени, такие как военно-спортивный комплекс, готов к защите Родины, готов к гражданской обороне СССР. В 70-х годах обновленный комплекс уже включал 5 возрастных ступеней. Стали проводиться всесоюзные первенства и чемпионаты по многобориям ГТО. В 80-е годы количество ступеней выросло до 7. После распада Советского Союза испытания комплекса ГТО не проводились, а через 23 года он был возрожден в обновленном формате. Сейчас Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне» состоит из 11 ступеней, соответствующих разным возрастным группам, первая из которых рассчитана на детей от 6 лет, а последняя – на людей старше 70 лет. Также отдельные нормативы разработаны для лиц с поражением опорно-двигательного аппарата, нарушением интеллекта, слуха и зрения. Жители Омской области не остались в стороне от этого движения и активно включились в подготовку и выполнение норм ГТО. В регионе постоянно проводятся массовые мероприятия – фестиваль ГТО в школы, ФОК «Территория ГТО», летний фестиваль, фестиваль студентов, Куба губернатора по ГТО. В Омске и в каждом районе области работают центры тестирования. Кроме того, в регионе уже установлено более 20 специальных площадок для выполнения нормативов комплекса ГТО. На сегодняшний день почти 27 тысяч амичей выполнили нормы ГТО на знаки, около 10 тысяч из них – на золотые. Редактор субтитров А.Семкин